История Анатолия Кучинского не единичный случай. Ему потребовалось сделать рентген в городской больнице на Заболотного. Врачи попросили оплатить услугу в кассе, но вместо квитанции Анатолий получил благодарность от фонда медучреждения. Как обычно бывает, врачи объяснили, что его материальная помощь пойдет на расходный материал. Пришел, мне говорят, что надо сделать оплату в кассу 100 гривен, мы с ним их отдадим. Я сделал оплату, думал, что тут чек какой-то, после любой операции оплаты. Они мне дают, написано, благотворительный взнос, спасибо, типа 100 гривен. Я принес, как бы отдал, думаю, такое. Они мне снимок не отдали, показали на экране и дали описание просто на руки. Я пошел к врачу, она это почитала все, назначила лечение. Через неделю кашель не уменьшался, но дальше продолжал болеть. Она мне отправила на повторный снимок. Говорит, ну, бывают там ошибки всякие. Я пошел сделать повторный снимок, они мне обратно говорят, 100 рублей, ну, 100 гривен. Я говорю, в смысле? Говорю, вы мне просто рады. Говорю, за что? Они говорят, за пленку. Они мне сказали, что не будут делать снимок, потому что, ну, пока я не присутствую квитанцию. Почему 100 гривен, а не 50 или же 40, неизвестно. По закону, при добровольном благотворительном взносе пациенту должны выдать квитанцию об оплате и проинформировать, куда направляются собранные деньги. Благотворительные организации при медицинских учреждениях законом не запрещены. Если пациент хочет помочь в больнице, то это его выбор, который не должен влиять на оказание медицинских услуг. Такие фонды обязаны отчитываться, на что расходуются собранные средства. Но чаще всего их финансовая отчетность недоступна и весьма непрозрачна. Сейчас я попытаюсь узнать, как городской больнице на Заболотного распоряжаются собранными средствами. Выкручивания рук в лечебных учреждениях на сегодняшний, кстати, по 29 поликлинике у нас нет. У нас ни один пациент заплатил деньги в благотворительный фонд, дал копеечку, не дал копейки. Мы без помощи людей не оставляем никого. Это независимо от того, заплатил, не заплатил, человек получает или анализы ему делает, или рентген делает, или другие процедуры, какими мы располагаем. В основном волнует людей, где мы просим оказать содействие, это на лабораторию, на рентгеновские исследования, то есть там, где нужны расходные материалы. Почему? Нам на сегодняшний день город дает финансирование здравоохранения, городом идет, увеличивается с каждым годом, все больше и больше дают денег. Но денег как не хватало, так и их никогда хватать не будет. Согласно Конституции, медицина должна быть доступной и бесплатной. Широко растиражированная реформа коснулась пока лишь первичной медпомощи. По факту мы знаем, что у нас есть 49-я статья Конституции, согласно которой у нас медицина не только бесплатна, но и доступна. Но все мы прекрасно понимаем, что несмотря на так называемые медицинские реформы, которые анонсировал Кабмин в том или ином виде исполнения, у нас на местах продолжают пациенты платить за те или иные услуги. Особенно, так как у нас не начались реформы на вторичном уровне оказания медицинской помощи, а это специализированная помощь, это не первичка, где педиатр, семейный врач осматривают первичные осмотры пациента. Это вторичный уровень, специализированная помощь. Она у нас не началась, поэтому, конечно же, ни о каких таких кардинальных преобразований в этой сфере говорить невозможно и не приходится. По словам депутата облсовета, ежегодно благотворительные фонды всех медучреждений региона аккумулируют порядка 100 миллионов гривен. Их деятельность вполне законна, но по словам юристов, в случае откровенного вымогательства со стороны людей в белых халатах, следует обратиться напрямую к главному врачу и правоохранительные органы. Если вы пришли в больницу, вам выставляют счет за какую-то услугу. Этот счет соответствует перечню МОЗ, Министерства здравоохранения, как платные услуги. Ну да, вы тогда должны ее проплатить, и после этого вам будет эта услуга оказана. Если же вас просят заплатить какой-либо благотворительный фонд, ну это уже первый звоночек о том, что это побор, что это незаконное требование денег. Потому что благотворительный фонд предполагает сугубо по доброте бескорыстное, безвозмездное дарение денежных средств тем, кто оплачивает взносы. То есть не предполагает предоставление какой-либо последующей услуги. Действие квалифицировать по 354 статье – это получение неправомерной выгоды. Это если рядовой врач вымогает оплату благотворительного взноса. Либо же 368 – взятка. То есть если вымогательство благотворительного взноса исходит от руководства лечебного заведения. В таком случае это можно квалифицировать как взятка.